У каждого есть свои любимые наушники. Какие самые лучшие, вы и так напишите в комментариях. А в этом видео я расскажу, какие самые странные. Я собрал 10 очень странных наушников, какова моя цель, я не придумал, так что развлекайтесь. Сразу скажу, я не стал брать в топ всякие кастомы со странным дизайном, типа этих, а старался брать только серийные и максимально нестандартные. В общем, бон аппетит. Jeklin Float Model 2 Если бы вы увидели на улице человека в таких наушниках, что бы вы подумали, что это мамкин хипстер? Но на самом деле это лютый меломан, причём богатый. Это не устройство для сжатия черепа, а Jeklin Float, чуть ли не первые наушники с электростатическими динамиками. Звучание у них такое, что до сих пор никто не смог повторить. Разработали это чудо в 70-х годах в Швейцарии. На заводе решили, что элегантный дизайн это для нежных американских яблочных компаний и сфокусировались на звуке. Последняя модель, Jeklin Float QA, вышла в 2013 году и стоит от 2 до 4 тысяч евро. Дизайн лучше так и не стал, но звук, говорят, всё ещё легендарный. Sony Link Buds WF-L900 Sony исторически любит экспериментировать и делать что-то эдакое, но наушник-бублик? Мне кажется, что они продумали это как-то так. Кто-то случайно просверлил макет и соврал, что так и было задумано. В Sony Link Buds WF-L900 звук выходит через отверстие по кругу бублика, а через дырку можно слышать, что происходит вокруг. Ну и вот вам настоящее мужское сквозное звучание, без микрофонов и шумов от ветра. Но теория оказалась интереснее, чем реализация. В первую очередь люди заметили, что баранки плохо держатся в ушах. А во вторую физику не обманешь. Когда звук идёт не в слуховой канал, а в раковину, блестящий вальс Шопена уже звучит не так впечатляюще. Инва S03 Раньше лучшим антистрессом была крышка от пульта от телевизора. Сегодня кейс от наушников. Я люблю щёлкать крышкой, пока думаю о чём-то. Или кто-то подглядывал, или я не один такой. Но, короче, появилась вот такая штука. Это Инва S03. ТВС с навороченным дизайном. Но главное, их можно использовать как спиннер. Сами затычки фиксируются в каркасе магнитами, чтобы не разлетались по комнате. Туда бы ещё встроить динамогенератор, заряжаться от вращения. Если бы я захотел сделать обзор на такие уши, вообще не проблема. Их легко заказать из Китая. А вот многие другие сегодняшние подборки можно достать только в Америке. И то отправлять в Казахстан не захотят. Если сталкивались с такой проблемой, то хочу порекомендовать вам Shipper KeyZ. Это служба быстрой доставки любых товаров из США. Ребята упростили всё до минимума. Выбираете адрес, заказываете на него любую ерунду, на eBay, Amazon, да вообще в любых магазинах. И Shipper KeyZ получает вашу посылку, затем отправляют по указанному адресу в Казахстан. Я уже не в первый раз заказываю редкую технику из Америки именно так. Например, PlayerZoon из истории краха Zoon я получить смог только благодаря им. Иначе выпуска просто не было бы. Поэтому спокойно рекомендую их вам. Ссылка на сайт будет в описании под видео. Ну а мы возвращаемся к топу. Servo L9 Бывало, что забывали наушники дома. Есть классное решение. Телефоны со встроенными наушниками. Но я нашёл вариант даже лучше. Servo L9 выглядит как старая добрая беспроводная моногарнитура, разве что ей телефон не нужен вообще. Это и есть телефон. В гарнитуру можно вставить карту памяти, чтобы слушать музыку, и сим-карту. А сбоку, как вы уже видите, есть клавиатура. Как на старых кнопочных телефонах, только хуже. Отличный выбор на тот день, когда в гости придут дети родственников и будут спрашивать игр на телефоне. Хотя дом, наверное, должен пойти. Human Headphones Кто хочет Cyberpunk 2077 и получить синтетические ушки? У них простое лаконичное название Human Headphones. Это беспроводные наушники на клипсах. Их нашпиговали всеми современными функциями и сделали дизайн, чтобы целиком закрывали уши. Так на вас точно не будут оглядываться на улице. Ну, не факт, что никто не вызовет скорую дурочную. Наушники можно снять и примагнитить друг к другу. В таком состоянии они работают, как беспроводная колонка. Как по мне, стоило бы сделать вторую ревизию в формате кошачьих ушек. Продажи были бы выше самооценки Киркорова. Нурофон А если вы привыкли к более традиционным наушникам, но не можете выбрать между затычками или полноразмерными, то вот вам решение. Не разделяй и властвуй, а объединяй и... О боже, что это? Маленький член, это не так уж и плохо. Да, но мне бы хотелось, чтобы у тебя его вообще не было. Нурофон это полноразмерные наушники со встроенными вакуумными вкладышами. Внутри две пары полноразмерных наушников с разделенными динамиками, большими и мелкими. И задумка здесь в том, чтобы слушать музыку, пока вы слушаете музыку. Буквально. То есть мелодия идет внутриканально, плюс вокруг обволакивающий звук из больших спикеров. А искусственный интеллект разделяет и настраивает частоты под вашу голову. По крайней мере, так говорит производитель. В теории, вроде бы прикольно. Но на практике... Ну, постоянно же с наушниками такая беда. То жмут, то натирают. А тут, по-моему, все в одном. Шанс, что подойдет вообще все и сразу, почти как в лотерее. Сенхайзер Сурраундер ПРО. Этот ошейник от силовой брони создан именно для того, чтобы гулять по улочкам родного города и слушать пашу техника на полную. Это Сенхайзер Сурраундер ПРО. Наушники с объемным звуком образца 1999 года. Есть даже встроенный усилитель. Сенхайзеры не стали делать это массовым продуктом. Так что сегодня выжившие ошейники днем с огнем не сыщешь. Девайс вроде как сделали для геймеров во имя полного погружения. Только на пороге 2000 года мало кто заморачивался с таким саунд-дизайном. У нас был Эрон Дон Дон, и мы были счастливы. УЕ ФИЦ. Нормальная практика в ТВСках – это когда в комплекте есть набор амбушюр разного размера. Уши у всех разные, одним удобнее банан поменьше, другим со смазкой. Но ведь можно пойти еще дальше. В УЕ ФИЦ амбушюры из специального силикона. Когда вы впервые надеваете наушники, нужно запустить процесс плавления с телефона. Да, это реально так называется. Система разогревает силикон. Силикон застывает, форма фиксируется 60 секунд на все. В это время приложуха подбадривает и просит потерпеть. Не мужик, что ли? Если захочется передарить наушники или сделать отопластику, амбушюры повторно плавить нельзя. Придется заказывать новые. Благо, компания производит их отдельно. Май Сфер 3 Если с первого взгляда на эти наушники вы решили, что это понты для анимешников, вы не правы. Когда сидишь в полноразмерных наушниках часами, уши, прижаты к голове, со временем начинают болеть. А если еще и в очках – это совсем беда. Дизайн Май Сфер 3 проработан так, чтобы не вдавливать уши динамиками. Оба держатся на голове независимо от спикеров. Плюс на оголовье и на самих динамиках есть очень мягкие подушечки. В итоге прямое давление минимальное. Но здесь все-таки есть минус. Разработчики решили, что делать классические амбушюры с обхватом ушей тоже вредно для здоровья. Так что изоляция звука здесь на уровне каких-нибудь клипсовых ушей. PQ-Y28 Это PQ-Y28, типичный ТВС. Вся электронная начинка расположена в верхней части, где динамик, а ножка – это аккумулятор. В чем же особенность этих наушников? А в том, что ножки можно легко снять. Батареи крепятся на магнитах, и их можно менять прям по-горячему. В комплекте идут две запасные ножки, в кейсе они крепятся и заряжаются отдельно. Да-да, даже в беспроводных наушниках поменять батарейку можно, а в смартфонах нельзя. Расскажите себе этот анекдот лет 15 назад, сами себя в дурку отправите. Года 34 назад на Алиэкспресс я видел уши с таким же форм-фактором, только аккумуляторы были квадратные. При подготовке выпуска я так и не смог их найти, если кто знает, как они называются, пишите в комментариях. Ну и на десерт вам еще одно чудо, и вы сейчас поймете, почему оно отдельно. The New Headphones. Это полноразмерные наушники без начинки. Замысел в том, что на ушах снимаются боковые крышки, вы вставляете внутрь любимые вкладыши, закрываете и слушаете, кайфуете. Спроектировано все подпроводные AirPods, но внутрь можно вставить все, что захочется. Вроде как конструкция улучшала звук и басы, но немногочисленные покупатели говорят, что это все брехня. Какие наушники вам зашли из нашей сегодняшней подборки, пишите в комментариях, а также присоединяйтесь к другим нашим соцсетям, ссылки будут в описании. У нас весело, лампово и без хейта к Apple, хотя если очень хочется, я сделаю вид, что ничего и не видел. Короче, залетайте. Покеда.